Привет, друзья! Сегодня видео не запланированное, но думаю, актуальность темы заставит кролиководов и просто, кто интересуется данной тематикой, уделить немного своего времени. Речь пойдет о ВГБК-2, вирусной геморрагической болезни кроликов второго типа. С сожалению, приходится признать, что Россия, ну и в принципе постсоветское пространство, уже встретились лицом к лицу с данной чумой кролиководства. По данным Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, это что во Владимирской области, рядом с городом Покров. Этот центр, он впервые в России выявил вирус ВГБК-2 официально в ходе лабораторных исследований. Впервые этот штамм ВГБК был идентифицирован у нас в октябре 2018 года в Тверской области. Ну, я как-то уже в каком-то комментарии даже к видео оговаривался об этом. В ноябре прошла информация о втором случае массовой эпидемии. На этот раз вирус ударил по ферме НИИ пушного звероводства и кролиководства имени Афанасьева. Это Московская область, поселок Родники, Раменский район. Ну, то есть направление Люберцы, Малахов-Кужуковский. Ну, можно по-разному относиться к деятельности фермы этого НИИ. Кому-то повезло с их кроликами, кому-то не очень. Я, например, был очень разочарован результатами. Ну, кто смотрел мои видео, помнят. Видео называлось про полный провал. Но, тем не менее, я прекрасно понимаю, что это очень серьезный удар по отечественным породам. Та же советская шиншилла и белый великан. Худо-бедно, но в НИИ в крайнем случае всегда можно было приобрести животное для подмены, влить кровь, развести как-то линии и уже на их основе вести селекцию. У нас пород своих. Ну, я Россию, имею в виду вообще постсоветское пространство. И так, раз-два и обчелся. Так еще и то, что не было уничтожено в 90-е, мы вот теряем. Это очень печально. То есть по генному материалу нанесен серьезный урон. И вот третий случай обнаружения вируса ВГБК нового типа, ВГБК-2. Кролики из города Иланский, Красноярского края. Наша коллега, кроликовод Светлана, в своем ЛПХ понесла очень серьезные потери. И направила образцы павших кроликов в исследовательский центр, где все и подтвердилось. Красноярский край, напомню, Сибирь. То есть понимаете, какая широта, охвата, болезни. По сути, вся страна. То, что не вся карта горит красными горячими точками, это просто потому, что не каждый хозяин поймет симптомы ВГБК-2, то есть второго типа. Они несколько отличаются от первой версии. Теперь и молодняк уже гибнет, и до трех месяцев. То есть умирают и самки, и все крольчата. Судороги, все дела. А вот, кстати, крови изо рта, как при классике, может и не быть. Все очень стремительно происходит. В обычных районных ветлабораториях вам ничего не скажут. Ну, только что предположат или посоветуют. А направлять пробы в федеральный центр на исследование будут далеко не все. Сам центр – это некоммерческая организация, бюджетное учреждение. Он известен своими вакцинами против чумы свиней, крупного рогатого скота, сибирской язвы, ВГБК как раз, миксоматоза. Я, в частности, в своих видео показывал, как вакцинирую кроликов, их вакциной двухвалентной, ассоциированной. Ну, и другие опасные вирусы, бешенство, гепатиты, энтериты, полтоядных и так далее. В Саратове, Самаре и Нижнем Новгороде есть филиалы данного центра. Но я не знаю, везде ли смогут сделать полный анализ в плане ВГБК-2. В любом случае, под данным видео я оставлю ссылку на сайт центра. Кому нужно, уточняйте информацию. Люди там, я вот общался, очень любезные, все довольно ясно рассказали мне. Но в центре, я думаю, все понимают, на каждый наш чих тоже не смогут отреагировать. А местные ветеринарные станции, пока нет четкой методологии, определения, выявления, не смогут вам толком помочь. Ну, а стандартные меры и обычные меры профилактики, которые обычно кролиководы используют, к сожалению, малоэффективны против данного вируса. Поэтому будьте бдительны, соблюдайте все возможные гигиенические правила, осторожность, купили кролика, месяц карантина, это закон. Ну, и исключить контакты, конечно, с новыми кроликами. Вирус передается и через руки, и через одежду, обувь, инвентарь и так далее. ВГБК очень заразная и смертельная угроза для кроликов. Причем любых, сельскохозяйственных, домашних, декоративных, неважно. И прежние вакцины против ВГБК первого типа, которыми мы всегда прививали свое поголовье, теперь абсолютно бесполезны. Новый вирус, кстати, бьет не только по кроликам, но и по диким зайцам. Представьте, что будет с нашими лесными биологическими ресурсами. Скоро зайчишек в красную книгу придется заносить. Печально. Но если зайцев в лесу мы спасти не можем, то свое поголовье защищать должны именно хозяева. Как я уже сказал, старую вакцину можно уже не покупать. Против второго типа ВГБК она бессмысленна. Ну, только если для очистки совести, что хоть что-то сделали. Ну, а в практической плоскости в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии уже выпускается жидкая вакцина против ВГБК. Тканевая, инактивированная, гидроокись алюминиевая. Она предназначена для профилактики ВГБК типа 1 и 2. Сейчас ведется работа над ассоциированной вакциной для кроликов против миксоматоза и ВГБК. Ну, которая сможет противодействовать в том числе и ВГБК второго типа. Ожидается, что ассоциированная вакцина может появиться в продаже в марте-апреле. Проблема в том, что я вот обращался в этот центр и мне сказали, что купить уже появившуюся жидкую вакцину может только юридическое лицо, так как центр, к сожалению, не имеет лицензии на розничную торговлю. Партнеры, с которыми они работают, ну, то есть, которые у них закупают, большие партии, например, BiofarmGarant, также работают только с юридическими лицами, к сожалению. Я обращался в несколько розничных торговых точек, довольно крупных, но пока новая вакцина туда не поступала. В связи с этим, если смотрят видео коллеги, кто занимается ветеринарными препаратами, крупные зоомагазины, аптеки и так далее, кто реализует именно вакцины, имеет технические возможности для соблюдения условий, температуры, для перевозки и хранения специальные контейнеры, обратите внимание, проблема есть, она сейчас очень актуальна будет, скоро потеплеет, и вирус получит дополнительные силы и возможности для распространения. Если вы занимаетесь закупками, включите в свои заявки указанную вакцину. Я бы, например, уже сейчас бы приобрел для своих животных, чтобы не сидеть, не дрожать, что завтра приеду, а там осталось четверть от поголовья, а то и вообще никого не осталось. Ну, понятно, что можно через какую-нибудь контору, через юрлицо приобрести, оформить, но надо ведь еще, чтобы довезли, в правильных контейнерах хранили, как положено, что все было. Если у вас в продаже появится данная вакцина, так, чтобы крыльководы могли приобрести, можете смело оставлять комментарии со своими контактами под этим видео. Я не стираю рекламные комментарии, если они на пользу людям. Я вообще редко стираю комментарии, только если явное оскорбление политикой, и то, что YouTube отправляет самостоятельно в спам. Таким образом, друзья, с января 2019 года уже существует жидкая наша отечественная вакцина. Она против ВГБК второго типа, ну, она, в принципе, против обоих типов этой болезни. Она может обеспечить защиту нашим животным, но о длительности иммунитета у привитых животных, а также оптимальный срок ревакцинации, когда нужно делать, центр у себя на сайте даже написал, что будет сообщено дополнительно, потому что испытания клинические все еще идут, они продолжаются. Под моими предыдущими видео коллега с Украины размещал информацию о вакцинах, которые можно приобрести в Украине. По возможности продублируйте тогда и под этим видео данную информацию. Вот, друзья, это основные мысли, которые хотел обсудить. Светлане из Красноярского края, которая поделилась со мной этой бедой, спасибо за информацию, спасибо за то, что не опустили руки и установили истинную причину гибели своих кроликов. Сил вам и терпение. Главное, чтобы уничтожить всю эту заразу и чтобы у вас с хозяйства сняли, наконец, уже карантин, и вам удалось восстановить свое поголовье. Никто из кролиководов не застрахован, угроза очень серьезная, но нам не привыкать. Спасибо за внимание, друзья, и до новых встреч на канале Фермер-Одиночка. Фермер-Одиночка.